Сегодня у нас последняя лекция. Я не знаю, к счастью для вас, а для меня, к сожалению. Я хотел бы с вами общаться еще дольше. Значит, тема сегодняшней лекции отражена вот на этом экране. Планета около других звезд. Эта тема весьма интригующая. Она принадлежит к категории выдающейся открытий последнего десятилетия, последних двадцати лет. Эти открытия темной материи, микролинзирование, ускоряющая вселенная. И вот среди этих четырех, одна из выдающихся, это планеты около других звезд. Ну, вопрос, понятно, очень интересный. Так, потому что всегда человечество, начиная с человека, который вышел из пещеры, так, все равно у него возникал вопрос, как возникла жизнь на Земле, каково будущее человечества, одинок ли мы во Вселенной, если не одиноки, то есть ли во Вселенной иная жизнь. И, наконец, не подают ли нам сигналы инопланетяне. В конце лекции скажу, что подают. Так, ну, прежде всего начнем о первых попытках философского рассуждения на эту очень интересную тему. Значит, Левкит, греческий ученый, говорил о том, что есть такие же миры, как и наша Солнечная система. Демокрит, и очень сильно настаивал на этом Эпикур. Это вот мнение трех выдающихся греческих философов, которые утверждали, что подобные миры, подобные нам, существуют. Но другой выдающийся ученый Аристотель, это один из самых авторитетнейших ученых греческой науки, он утверждал, что число миров не может быть больше, чем один. Но поскольку авторитет Аристотеля был чрезвычайно велик, то к мнению предыдущих философов вообще-то не относились серьезно. И все были сторонниками в течение многих столетий, сторонниками Аристотеля, о том, что мы существуем в одиночестве. Но настает эпоха Ренессанса, и вы знаете, уже я показывал этот слайд, Джордана Бруно смело выступил, утверждая, что подобных солнечных систем существует в мире много, и так далее, и так далее. И он за это, конечно, поплатился, был сожжен, как вы помните. Так, опять-таки, почти что в эти времена Галилей выступил против. Я рассматриваю как фальшивую и глупую точку зрения тех, кто пытается поместить живые существа на Юпитер, Сатурн, Луну, ну и так далее. Ну, не будем судить строго Галилея. Это был 1630 год. Галилей, конечно, знал о казни Бруно, и он знал о предполагаемом суде на Инквизиции, поэтому он выразился вот таким образом. Но, с другой стороны, он вообще-то прав. Он говорил о жизни на Юпитере, Сатурне и Луне. А мы теперь знаем после предыдущих лекций, что жизнь на этих объектах маловероятна. Наш заведующий кафедр Литров уже спустя пару столетий тоже начал заниматься, ну, так, в философском плане, больше не практическим, вопросом обнаружения цивилизации. Вы помните, что была дискуссия уже между Гауссом и Литровым, которые предлагали два варианта. Дать сигнал или дать, значит, инопланетянам. Речь шла в основном о Марсе. Гаусс предлагал в Сибири вырыть такую большую окружность в надежде на то, что марсиане увидят эту правильную фигуру и будут говорить о том, что на Земле жизнь была или есть. Литров и его отец утверждали, что лучше построить треугольник Пифагора в Сахаре, залить туда керосин, поджечь. И с большой вероятностью, вероятностью увидят эту фигуру, надеясь на то, что теорему Пифагории и вообще правильной фигуры они знают. Наконец, настает эпоха правления Виктории. Это известная королева Англии, и вся эпоха примерно 100 лет называется Викторианская эпоха. Это эпоха развития промышленности, науки. И вот интерес в конце XIX века вновь пробудился, особенно после зарисовки Марса, осуществленной Джованни Скиапарелли, английским, простите, итальянским ученым. Он утверждал, что на Марсе есть каналы, и, естественно, предполагал, что искусственного происхождения. Увлеченный этой идеей, бизнесмен, не ученый, а бизнесмен, Персивел Лоуэлл, на свои средства построил первую частную обсерваторию в мире и проводил наблюдения. И тоже нарисовал картиночку, где, похоже, есть искусственные каналы. Но мы сейчас знаем, что, конечно, это неверно. Проходит десятки лет, и уже в наше время первое открытие, к сожалению, непризнанное, незаслуженно непризнанное, было сделано в 1988 году. Два канадца, Кэмбелл и Янг, они открыли первую планету, экзопланету, но никто не поверил им. И сколько они не убеждали своих коллег, никто не верил, пока в 2002 году это открытие было подтверждено другим методом. Поэтому справились и ради, надо сказать, что первые открыватели, это Кэмбелл и Уолкер, вместо того, чтобы утверждать, что первооткрывателем является вот эта группа ученых. Это несправедливо. Они, конечно, открыли, дали толчок развитию науки по экзопланетам, но приоритет все-таки этим двум канадцам принадлежит. Эта группа из Швейцарии, эта группа из США, они независимо создали чудовищно точную аппаратуру, и у них все исследования были направлены именно на открытие экзопланет. Почему экзопланеты начали открывать только последние 20 лет? Ну, причин очень много, я привожу только несколько. Планеты, это же не звезды, они не имеют собственных термоядерных реакций, излучают очень слабо, или вообще даже не излучают, и светятся только отраженным от звезды светом. И если планета располагается той противоположной стороной от звезды, то, конечно, мы эту планету не видим. Единственное, если она зайдет вот так, тогда пятнышко мы увидим. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Угловые размеры планет, вот этот угол, занимающий планету, ну, червячайно маленький, вы прекрасно понимаете. Даже диаметры звезд мы не можем измерять, за исключением, конечно, сверхгигантских. А уж говорить о том, что измерить радиус, угловой хотя бы, радиус планеты, это дело почти, чтобы было безнадежным до некоторого времени. Ну и, наконец, расстояние планеты от своей родственной звезды очень маленькое, если мы рассматриваем с большого расстояния. И поэтому нужна чрезвычайно большая астрометрическая точность, чтобы измерить вот эти расстояния. Вот, например, звезда. И вот вы увидите здесь бугорок. Это планета. Мы не можем разрешить и отделить планету от родственной звезды. Существует несколько методов. Я, конечно, все перечислять не буду. Наиболее важные, наиболее интересные. Самое интересное, это прямые методы. Когда вы получаете прямое изображение планеты, не косвенно говорить о том, что вот около этой звезды вращается планета, а прямо вы показываете изображение звезды и планеты. Для таких порядка 100 систем, не солнечных, такие изображения получены. Я, конечно, все 100 показывать не буду, но несколько изображений покажу. Ну, а в основном пользуются, поскольку это очень редкое явление, когда мы прямое изображение будем получить, используются косвенные методы. Они основаны на движении звезды. Здесь два варианта. Я упрямую ниже. И метод транзита. Когда планета проходит по диску звезды, ну, как, скажем, Венера, проходит по диску Солнца, Меркурий проходит по диску Солнца и так далее. Так вот, мы сейчас начнем с самого простого, самого сложного и не очень популярного метода. Этим методом открыта только одна планета, экзопланета. Так, ну, предполагается еще четыре планеты, но пока что подтверждения нет. В чем суть этого метода? Значит, около этой звезды вращается планета, а фактически вся эта система вращается вокруг общего центра тяжести. Ну, скажем, вот Юпитер, он вращается не вокруг центра Солнца, а вокруг общего центра тяжести, который расположен на 44 тысячи километров от поверхности Солнца. И вот они вращаются, эти две системы, и Солнце, и Юпитер. Но аналогично мы можем это экстраполировать на экзопланету. Что получается? Вот у вас здесь Солнце, или центральная звезда, и планета. Они вращаются, как гантели. Всегда на противоположных сторонах орбиты должны быть. Значит, что получается? У вас вокруг центра тяжести вращается звезда, ну, в данном случае Солнце. Так? И вращается планета. И нельзя ли использовать тот факт, что планета, простите, центральная звезда, оказывается, не стоит на месте? Солнце, например, колебается. Вот я вам показываю положение Солнца в разные годы на небе. Кажется, Солнце колышется. Мы, конечно, глазом не видим, но с помощью точных астрометрических измерений видно, что Солнце то приближается к нам, то удаляется от нас. Так, вот эту идею попытались использовать. Вандеркамп, американский ученый, ну, похоже, голландское происхождение, так? Он в течение 20 лет исследовал одну звезду, называемую звездой Барнера, в надежде открыть планету. Он так не сумел открыть и разочаровался в этом исследовании. Значит, какая у нас задача? Вот смотрите, имеется звезда, имеется планета, они вращаются вокруг общего центра тяжести. Планету я не вижу, я вижу только звезду. Но вся эта система двигается в галактике. Я говорил, что все звезды двигаются вокруг центра галактики. И какая картинка у нас получается? У нас получается следующая картинка. Если звезда одиночная, без планеты, она будет двигаться по прямой линии. А если у нее есть планета, какой-то массы, большой или малой, то звезда вращается вокруг центра тяжести, и тогда вот эта прямая превращается вот в такую кривую. И вот астрономы бросились искать такие звезды, которые двигаются в пространстве не по прямой, а вот по такой кривой. Вот Вандеркамп, он как раз и решал эту задачу. И не получил решения. Ну вот, например, видите, реально, вместо того, чтобы двигаться по прямой, если звезда была одиночная, она двигается вот по такой кривой. Значит, есть второе тело, потому что общий центра тяжести должен быть. И вопрос возникает, а может быть, это звезда невидимая, а не планета, которую мы ищем. Вот это очень важный вопрос. Мы должны суметь определить массу второго объекта. И тогда говорить о том, планета это или не планета. Ну вот, единственный случай. Эта планета около звезды Хаде 176-051, она считается холодным Юпитером, то есть расположена достаточно далеко от центральной звезды. Если планеты массы Юпитера располагаются около центральной звезды, они называются горячими Юпитерами. Вот единственный случай открытия планеты методом астрометрии. Есть предположение об открытии еще четырех планет, но я говорю, что это еще не подтвердилось. Ну, казалось, метод безнадежный, хотя у него есть большие достоинства. Он не зависит от расстояния, позволяет определить массы планет по третьему закону Кеплера. Если мы период определяем, то, конечно же, определяем массы. Ну, и среди недостатков метод требует многолетних наблюдений. Вот вы поймали такую звезду, которая двигается по волне, да? И вы должны в течение многих лет определить эту орбиту и так далее. Трудно достичь необходимой точности. Астрометрия до недавнего времени давала точность 1 сотую угловой секунды. То есть координаты звезд, положение объектов давали с точностью 1 сотая секунды. Это явно недостаточно. И казалось, что этот метод астрометрический изживает себя. И использовать его, наверное, не стоит. Но перспективы есть. Значит, вот я показываю вам график, на котором я отражаю увеличение астрометрической точности. Во времена Гепарха, который составил каталог из тысячи звезд, смотрите, какая чудовищная плохая точность. Тысячу секунд. Ну, конечно, он за глазом наблюдал. Это примерно поделите на 60, и получите большую цифру. Тихобраге, о котором мы тоже немножко говорили, уже точность появилась получше. Уже телескоп он использовал. И если вы смотрите вот так, то смотрите, оказывается, в настоящее время достигается точность в одну стотысячную секунды. Такую точность можно достигнуть только с помощью космических аппаратов, когда атмосфера Земли никакого влияния на положение звезд своим дрожанием не оказывает. И самое главное выдающееся достижение это космический корабль Гайя. Гайя – это Global Astrometric Interferometer for Astrophysics. Вот его изображение. Он запущен в 2013 году. Результаты обрабатываются в настоящее время. Смотрите, какая чудовищная большая точность. 0,00002 секунды. И вот эти исследования с помощью такого спутника и позволяют открыть вот этим астрометрическим методом дополнительное число экзопланет. Так что, когда вот эти результаты будут окончательно обработаны в той единственной звезде, о которой я говорил, добавятся, может быть, десятки, может быть, сотни дополнительных экзопланет и систем планеты плюс звезда. Очень популярный – это метод транзита. Метод прохождения планеты по диску транзита. Вы понимаете, с английского слова переводите это перемещение. Метод транзита. Если у вас такая удачная ситуация, что вокруг звезды вращается планета, и причем плоскость обращения планеты проектируется на диск, ну, как в случае прохождения Венеры или Меркурия по диску Солнца, то вы можете что измерить? Вы можете измерить, насколько эта планета своим диском затмевает полное излучение от звезды. Ну, вы спросите, это, наверное, такая чудовищно маленькая величина, что, в принципе, мы не можем измерить влияние, скажем, планеты на общее излучение от звезды. Нет, вы ошибаетесь. Ну, я вот привожу пример. Требуемая точность изменения яркости Солнца, на примере Солнца, да? Если проходит планета, нам все известные планеты по диску Солнца. На самом деле это не так, проходят только две планеты. Но если мы уйдем на расстояние, то и Меркурий будет проходить по диску Солнца. И вот точность какая? Какая глубина различия яркости за счет покрытия планеты диска звезды Солнца в данном случае? Смотрите, тысячная доля в процентах. Ну, Меркурий, конечно, самая большая по размеру планета, один процент. То есть требуется чудовищная точность, чтобы вот это изменение блеска определить. Определить. Вон, тысячные. Планеты, где-то похожи на Меркурий и Венера, они вообще требуют точность тысячные. А до недавнего времени мы определяли яркость звезд, ну, в лучшем случае, до пяти сотых. Вероятность прохождения планеты. Очень простенькая формула. С какой вероятностью мы можем оценить, что планета пройдет по диску звезды? Ну, это очень просто делается. Вот эта верхняя штриховая линия, когда планета не пройдет по диску, а если планета находится внутри вот этой зоны, то он обязательно пройдет. Ну, эта вероятность будет равна отношению отрезков. Ну, скажем, если угол у меня вот такой, я беру отношение отрезка вот этого к полному отрезку. Ну, вот в математической форме здесь все очень просто. Получается, что вероятность прохождения по диску, это если радиус звезды, поделенная на большую полуось орбиты планеты. Ну, опять-таки, я оцениваю для нашего случая. Если рассматривать вероятность прохождения Юпитера по диску, то я должен взять радиус Солнца 700 тысяч километров, поделить на расстояние Юпитера 5 астрономических единиц, получится 0,1%. Вероятность, в общем-то, не очень маленькая. Вероятность прохождения Земли по диску Солнца равняется 0,05%. То есть это не нулевые уже достаточно такие осязаемые цифры. То есть есть вероятность, что некоторые планеты проходят по диску Солнца. Ну, вот эта картиночка, она объясняет, что мы будем ожидать. Вот я взял такой случай, когда планета двигается и точно проходит по диску Солнца. Ну, первая точка, первая точка. Яркость звезды не изменяется, пока планета еще не зашла. Вот планета зашла сюда, вторая точка, третья точка. Яркость упала. И пока планета двигается по диску, у вас яркость сохраняется вот такую. Потом планета сползла. Оказалось, в точке 4. Пока еще уровень будет вот такой, постоянный. А потом она заходит за диск, и уже будет небольшое изменение. Почему, кстати? Ну, с этим изменением падение блеска понятно, да? А почему планета, зашлащая за диск, дает тоже минимум? Ну, конечно, видите, минимум намного меньше, чем вот здесь. Но, тем не менее, есть. Как вы думаете? Да очень просто. Когда планета двигается вот так, и она оказалась вот так, она нам кажется освещенной. Правильно, да? Освещенной. И вот освещенная планета заходит, яркость упала. Потому что суммарная яркость, это есть яркость звезды и яркость освещенной планеты. Вот у вас будет такой вторичный минимум. Сейчас у меня, по-моему... Да, это реальные результаты научные. Я взял два результата для двух звезд с такими странными обозначениями. Но это неважно. Так вот, смотрите. Значит, наблюдение здесь время дается. Точки, конечно, показывают разброс, но обработка позволяет нарисовать такую кривую. Смотрите, какое маленькое падение. Всего на 0,026 в звездных величинах. Или отношение потоков, лучше сказать. Здесь вообще 0,08 для второй звезды. Это реальные результаты для двух звезд. Вот, пожалуйста. Показана картиночка. Планета двигается. Вот раз падение блеска. Она зашла. Падение блеска. И вот эту величину современные приборы, там, тысячные доли, сотые доли, конечно же, могут зафиксировать. Или вот эти. Так, хорошо. Дальше, может быть, и неинтересно уже. Вот в статическом изображении. Так. С текущего слайда. Вот та же самая картиночка. Я специально сделал снимок. Вот смотрите. Звезда, планета с радиусом РП. Звезда имеет радиус с обозначением РС. Стеллар, а там планет. Чем? Что? Какую информацию можно вот из такой кривой блеска получить? Вот давайте вместе подумаем. Значит, ну, что касается вот этого положения, понятно. Планета, звезда и планеты светятся и дают вот такой постоянный блеск. Вот звезда находит на диск. Происходит падение. Причем, обратите внимание, падение не резкое, а с небольшим углом. Потом, значит, в минимуме, пока планета идет, блеск постоянный. Потом планета сползла. И смотрите, небольшой рост идет. Затем планета зашла. Уже другой минимум. Вот такая типичная кривая. Я показал вам реальную кривую. Она похожа на эту. Какую информацию мы можем подчеркнуть из всего этого дела? Во-первых, глубина минимума. Вот эта величина. Она зависит, конечно, от радиуса планеты. Правильно, да? Чем больше радиус планеты, тем большую часть потока перехватывает звезда, простите, планета. И, конечно, падение будет больше. Итак, по этой глубине мы можем определить, ну, при, конечно, еще дополнительных предположениях, радиус планеты. Вот эта величина, чем определяется? Радиусом звезды. Чем больше радиус звезды, тем дольше планета будет гулять по диску. И поэтому вот эта ширина, конечно, будет зависеть от радиуса звезды. Вот интересный здесь подъем. Ну, я же практически, он незначительный. В некоторых случаях он вообще не наблюдается. Если размер звезды маленький, освещается ее поверхность очень слабо, яркость ее слаба. Но, строго говоря, если размер планеты достаточно большой, то, конечно, когда она находится вот на этой части кривой, освещенная часть видна. Как только она упала, и да, и на этой стадии у нас излучение идет от звезды и от планеты, которая повернулась к нам лицом, освещенной стороной. Поэтому происходит небольшой рост. Ну, потом планета зашла, и получается вот этот второй минимум. Вот, все это нужно интерпретировать. Я никаких серьезных формул, которые были показаны на первом слайде, конечно, приводить не буду. Но интерпретация достаточно простая. От чего зависит вид кривой? Вариантов много. У вас может быть падение блеска вот в виде зеленой кривой. С каким-то периодом. Вот период обращения. Может иметь вид такой, где амплитуда меньше. От чего это зависит? По виду кривой можно определить массу. Оказывается, амплитуда зависит от массы планеты. Я не буду выводить формулы, это не наша задача. Дальше. Может меняться сам период между вот этой точкой и вот этой точкой, или между этой точкой и так далее. Период зависит от того, каков период обращения планеты. Ну, это понятно, да? Между этими максимальными точками, или минимальными. Это есть период обращения планеты вокруг звезды. В некоторых случаях вы наблюдаете вот какую кривую блеска. Не такую симметричную, а вот, скажем, немножко сдвинутую. Это значит, говорит о том, что орбита не круговая. Круговая орбита – это вот такая правильная синусоида, будем говорить. А если орбита эксцентричная, а при эксцентричной орбите скорости движения планеты Солнца в Пиригере и Офелии по второму закону Кеплера разные, поэтому у вас и кривая будет другая. Если вы увидите вот такую кривую, сразу делаете вывод о том, что орбита эксцентричная. Вот я уже простые такие примеры интерпретации наблюдений давал вам. Ну, задачка. Вот, предположим, я вижу вот такую кривую блеска. Вот один минимум, второй минимум, синий или фиолетовый обозначен. Вот у вас один минимум, следующий минимум. Вот у вас еще минимумы. Как вы думаете, о чем говорит наличие нескольких минимумов? Ну-ка, сообразите. Соображайте. Значит, около звезды у нас… Что? Несколько экзекантов. Совершенно верно. Около звезды у нас несколько планет, но в данном случае три планеты. Одна планета создает вот этот минимум, вторая планета создает вот эти минимумы, а третья планета создает вот эти минимумы. То есть, если вы получаете кривую блеск, и обнаруживается несколько таких минимумов со своими периодами, одна планета вращается вот с этим периодом, вторая планета вращается вот с этим периодом, третья с меньшим периодом, вы делаете заключение о наличии нескольких планет около данной звезды. В нашем случае три. Видите, интерпретация на первый взгляд кажется очень-очень простой. Первый эксперимент по этим транзитам, конечно, был осуществлен телескопом Хаббла. Его специально заставили наблюдать в течение недели один и тот же участок неба. Обычно Хаббл телескоп направляется в разные участки, ищет интересный объект. А здесь решили такую задачу. Значит, направили его в определенную область неба. Вот эта область показана. Здесь вообще-то 180 тысяч звезд. И вот Хаббл пытался зарегистрировать вот эти изменения блеском. И он обнаружил. Вот кружочками, их, по-моему, здесь 11, нет, 16 звезд, да? Яркость звезд моргала с определенным периодом. Ну, потом, конечно, начали эти звезды изучать более подробно, другими методами. Но для первого такого подхода телескоп Хаббла может быть использован, чтобы найти хотя бы признаки переменности. Сам телескоп Хаббл не позволял определять там параметры, но он указывал, давайте, коллеги, изучайте вот эту звезду или там другую, третью. Самый грандиозный проект по изучению экзопланеты около других звезд – это проект Кеплер. В честь Кеплера, естественно, известного немецкого ученого. Значит, проект был реализован в 2009 году. Запуск в 2014 году он завершил работу. Сейчас происходит обработка этих данных. Значит, вот я вам показываю тот конус. Он не все небо сканировал. Он взял определенный участок. Кстати, это участок в созвездии Лебедя. Вот это созвездие Лебедя, вот яркая звезда Денеп. И он вот сканировал в течение долгого времени, сканировал вот эту область. Ну, не удивляйтесь, что здесь не окружность, это изображение матриц, куда получались данные все о звездах были. И что же получилось? Да, максимальное расстояние 3000 световых лет от Земли до этих областей. Значит, телескоп, видите, не очень большой, всего 0,95 метров. Меньше даже нашего полутораметрового. Значит, в этой области 150 тысяч звезд. И Хаббл. Не буду этот слайд комментировать. Вот изображение звезд на этих 16 матрицах, приемниках. Разного цвета. Это только звезды, у которых менялся блеск. И предположительно, это звезды, имеющие планеты. В результате прохождения планеты по диску звезды. Разный цвет обозначает разные размеры планет. Голубенький размер порядка радиуса Земли. Желтый радиус планеты от 1,25 до 2. Это считается планеты, очень похожие на нашу Землю. Так поэтому написано. Ну и так далее. Красный означает, что эта планета имеет очень большие массы, до 20 масс Земли. То есть, всего после предварительной обработки, вот здесь было найдено 1235 кандидатов в экзопланеты. Ну и сейчас, конечно, каждую планету изучают, простите, каждую точку изучают тщательно, другими методами. И будет окончательное доказательство, что и среди этих кандидатов реально есть планеты. Достоинство метода транзита, конечно, он очень простой в реализации. Но сидите, наблюдайте, ищите переменные объекты, а потом анализируйте. Поэтому этим методом достаточно большое количество экзопланет открыто, около 3000. Мало того, этот метод позволяет оценить плотность планет, потому что можно оценить массу планет по третьему закону Кеплера, радиус, ну а массу, деленная на 4,3 πr в кубе, дает вам среднюю плотность. Это тюрчайно важно. Поэтому неудивительно, что открыты планеты скальные, из твердого вещества, а есть планеты из жидкости или газа. Так, метод позволяет производить спектроскопии атмосфер и определять их химический состав. Вот главная цель. Надо определить, если у планеты есть атмосфера, надо определить ее состав, потому что по химсоставам мы можем делать некоторое заключение о том, есть ли жизнь в каком-то виде на планете, нет. Если вы обнаружите воду, если вы обнаружите кислород, если вы обнаружите, вот используя спектроскопический метод, метан, то есть большие шансы, что жизнь на этой планете, имеющей атмосферу, вполне вероятна. Ну, об этом я буду говорить в конце лекции, когда будем заниматься вопросом наличия визии на этих планетах. Довольно простой метод в реализации, довольно простой в интерпретации. Переходим к следующему методу, использующему доплер-эффект. Значит, правильный, конечно, здесь 2П поставить, но неважно. Метод доплера. В чем он заключается? Он использует то же самое явление. Звезда, двигаясь вокруг центра тяжести, может двигаться к вам, может двигаться от вас. Но эффект доплера я уже вам объяснял. Вы, конечно, позабыли, о чем говорили вам в школе. Я вам говорил, что в зависимости от того, приближается ли источник или удаляется, воспринимаемый наблюдателем, частота или длина волны меняется. Правильно? Я фильм сейчас покажу, вы поймете. Ну, вот я вам показываю типичный спектр звезды. Ну, спектр вот располагается в виде таких полосок. Вот так зигзагообразно надо смотреть. Вот черные линии, это линии поглощения. Это, похоже, ну, не буду врать, это какая-то звезда. Кстати, спектр получен на нашем приборе. Так вот, если вы фиксируете какую-то линию, у нее стандартное положение одно. Но когда звезда двигается к вам, длина волны смещается в синюю сторону. Когда звезда двигается от вас, длина волны... Так, в синюю сторону это вот сюда. Когда звезда двигается от нас, линия смещается в красную сторону. Ну, известная формула Доплера, смещение есть скорость движения, точнее, проекция на луч зрения, скорость света и стандартная, да, длина волны, которая должна быть, если бы никакого движения не было. Ну, я вот по этой простенькой формуле подсчитал, а какую точность в измерении скоростей нужно иметь, точность в измерении длин волн. Чтобы иметь точность, ну, скажем, движения звезды до 1 метра в секунду. Оказывается, что вечно большая точность. 10 минус 13 сантиметров. Так вот, астрономы постоянно увеличивали точность определения лучевых скоростей. И вот на этом графике я показываю, смотрите, точность измерения 1 метр, 10 метров, 100, 1000. И вот по годам, смотрите, подходим к настоящему времени. Точность измерения лучевых скоростей 1 метр в секунду. А уже есть работы, где 30 сантиметров в секунду. Вы представляете? Вот если у меня фонарь, мощный, конечно, и я вот сделал в течение секунды там какой-то шаг навстречу звезде или планете, где есть жизнь, то прибор, который сейчас разработан, может уловить, насколько изменилась частота моего фонарика при восприятии инопланетянина. Чудовищная точность. До 1 метра в секунду определять скорость звезд. Да об этом 20 лет тому назад я и не мечтал. Это громадный успех в технике астрономии, астрофизиков. Так, фильм. Там, наверное, на английском языке, но все понятно будет. Вот случай вращается, видите, вокруг общего центра тяжести. Я получаю спектр только, конечно, звезды. И вот смотрите, планета двигается перпендикулярно лучевой скорости. Вот здесь уже изменилась дельта лямбда. Ну вот расстояние между вот этим максимумом – это дельта лямбда. Так, видите, здесь уменьшилось. А сейчас будет здесь длина волны больше. Если вы перпендикулярно смотрите на эту плоскость, конечно, никакого смещения не будет. Потому что нет проекции скорости на луч зрения. Вот здесь надо внимательно смотреть. Сейчас мы будем брать движение планеты, а вы обращайте внимание на положение линии. Ну вот сейчас давайте я зафиксирую вот эту линию. Ну давай, начинай двигаться. Опа. Видите, линии сместились. Сейчас планета будет удаляться. Линии сместились. Вот они так и колеблются. И моя задача – вот эти смещения определить, а эти смещения связаны со скоростью движения. Правильно, да? Я могу определить скорость движения. Ну вот эта картиночка, я не надеялся, что фильм получится, но, в общем-то, все понятно здесь. Вот луч зрения, вот точка центра тягости, поэтому звезда двигается относительно центра тягости и планета. Ну, предположим, в движении планеты сюда, тогда движение звезды вот так будет. Ну, и теперь понятно, в этом положении движения планеты в сторону к наблюдателю будет смещение синее. Линии сместятся в синюю сторону. В этом положении планета двигается в противоположную сторону. Давайте мы будем говорить о звезде, прошу прощения. Спектр звезды я не получаю. Я получаю спектр… Простите, спектр планеты я не получаю, а получаю спектр звезды. Здесь звезда у меня, если планета двигается сюда, звезда двигается в противоположную сторону, это будет красное смещение. Здесь, наоборот, планета двигается в эту сторону, значит, звезда двигается вокруг центра тягости в эту сторону, будет синее смещение. Вот я тот фильм, который показал, интерпретировал вот таким рисуночком. И если вы со временем будете измерять вот эти лучевые скорости, они будут меняться же у вас, да, в зависимости от положения звезды вокруг центра тягости, то вы получаете новую кривую. Не путайте ее с кривой блеска, о которой я много говорил. Это кривая лучевых скоростей. И оказывается, из этой кривой лучевых скоростей с помощью очень простеньких формул можно получить фундаментальные результаты. Ну, прежде всего, конечно, расстояние между максимум и кривой лучевых скоростей это период обращения звезды вокруг планеты, или, точнее, Солнца вокруг центра тягости, что то же самое. Дальше. Третий раз период знаете, третий закон Кеплера, вы сразу определяете радиус орбиты. Ну, конечно, если вы знаете массу звезды. Массу звезды вы должны оценить. Звезда-то видна? Я ее могу поанализировать и определить массу. Третий закон Кеплера. Пожалуйста. Период определили, радиус определили. Дальше. Скорость обращения планеты мы можем вычислить из равенства центробежного ускорения и гравитационного. Вспоминаете эти формулы. Получается скорость обращения планеты вокруг звезды. Следующая фундаментальная характеристика. Оказывается, вот эта амплитуда К связана с наклоном планеты. Орбита не обязательно лежит точно в плоскости луча зрения. Она может быть в плоскости приподнятой или наоборот опущенной. Так это все связано за счет угла И. Вот этот угол И, конечно, много портит. Потому что угол наклона планеты к лучу зрения очень трудно определить. А это означает, что мы и массу можем определить с точностью только до знания синус И. Ну вот, используя эти формулы, тоже очень простенькие, мы определяем массу планеты. Но, увы, присутствует здесь синус И. Это, в общем-то, несколько обескураживает, потому что угол может быть самый разнообразный, поэтому знание точного значения массы вообще проблематично. Но откуда угол И появился? Вот луч зрения. Вот плоскость орбиты, наклоненная вот под таким углом. Но обычно измеряют углы наклона от перпендикуляра. Вот этот угол И. Поэтому, если вы получаете массы, то, увы, массы всегда умножаются на синус И. Надо синус И искать. Почему? Да потому что для вас же важно не вот эта скорость, которую мы с вами получили, скорость обращения планеты по орбите, а получили проекцию красную. Нас интересует для Допплера эффект проекция скорости на луч зрения. И у вас получается, что вы скорость определяете тоже с синусом И. И массы определяете с синусом И. И если вы определяете массы, вот, М синус И. Получили какое-то значение? Но у вас нет никакой определенности. Это значение получается за счет того, что М одно значение, а синус И другое. Или наоборот. Вы предполагаете, М синус И такое, тогда масса будет другая. То есть значение М синус И еще ничего не говорит о реальной массе планеты. Надо суметь определить этот угол И. Так, хорошо. Вот кривая лучевых скоростей со временем. Ну, здесь дается фаза, неважно. По времени. Все это обрабатывается. Это ошибки наблюдения. Вертикальная линия. Это первая звезда, кстати, открытая. Как настоящая экзопланета. Звезда Гамма-Пегаса, созвездия Пегаса. Открыта в 1994 году. Вот я показываю карту, где располагается эта звезда. Обратите внимание на период. Период обращения планеты 4,2 дня. То есть планета мелькает вокруг звезды с периодом всего 4 дня. У нас таких в Солнечной системе планет вообще нет. Период Меркурия там десятки дней. 88 дней, если вы помните. А здесь 4 дня. А если вы помните третий закон Кеплера, малый период означает малое расстояние. То есть радиус орбиты чрезвычайно маленький. Эта планета чуть ли не скользит по поверхности звезды. Это один из таких примеров. И поэтому неудивительно. Вот я показываю. Это, конечно, рисунок на основании того, чего я говорил. Вот звезда. Вот планета, почти касающаяся звезды. И, естественно, между этими планетами и звездой происходит взаимодействие. И здесь астрономы вообще спекулируют по поводу того, какие последствия. Кто-то говорит, что планета в ближайшее время, в ближайшее время, это с точки астронома, миллиона лет, упадет. Или эта планета вырвет своей массы в верхнюю часть атмосферы, потом превратится в диск и так далее. Но этот вопрос не решен. Я много дискуссировать не буду. Метод микролинзирования. Очень интересный метод. Я чуть-чуть о линзировании говорил. Сейчас о более подробном. Оказывается, этим методом тоже можно определять, есть ли планета около данной звезды или нет. Все это вследствие того, что в теории относительно Эйнштейна введено понятие пространства-времени. Это некий единый ансамбль. Эйнштейн показал, что в зависимости от массы пространства вокруг звезды, простите, вокруг этого гравитационного тела искажается. При малой массе, ну здесь я на примере плоской, плоского пространства показываю, продавливается пространство. При большей массе, ну скажем, поле тяготения очень сильное, ну скажем, у нейтронной звезды радиус маленький, поэтому обратно пропорционально к квадрату радиуса провал большой. И если вдруг вокруг к этому телу приближается объект, вот он движется, если бы не было искривленного пространства, объект двигался по прямой. А поскольку пространство искривляется, здесь каждый квадратик надо пройти с минимума расстояния, не по диагонали и так далее. И у вас орбиты искажаются. Может даже превратиться в круговую орбиту или птическую орбиту. Вот в двух словах то, что установил Эйнштейн. Больше я по этому вопросу не буду говорить. А теперь это проектируем на астрономию. Вот, предположим, у вас есть источник излучения. Вот здесь внизу у вас наблюдатель. Вот оказалась между наблюдателем и источником излучения гравитационная линза с большим полем тяготения. В пространстве искривлено, поэтому лучи, которые дальше радиуса искривления, проходят без искажения, а те, которые близко, меняют свои направления. Я показывал вам предыдущую картиночку. Это явление гравитационной линзы. Вот мои очки. Это гравитационная линза. Она исправляет излучение падающего, скажем, от объекта и фокусирует в том месте, где у меня находится, на той стороне моего глазного яблока, нервное окончание. Исправляет мое зрение. Как это использовать в астрономии для изучения планет? Ну, еще раз по поводу линзирования. Вот такая ситуация. Земля, дальний объект. Вот я его обозначаю B. Вот линза. Пока я не конкретизирую, что это за объект. И в результате преломления, вот в этом искривленном пространстве, у вас вот этот квант уходит, конечно, не попадает к нам. А вот этот квант, который в отсутствии линзы ушел бы и не попал ко мне, в результате преломления попадает на Землю. Этот квант тоже попал. А так бы он ушел мимо меня, мимо наблюдателя. И что тогда я буду иметь? Я буду иметь, когда я смотрю вдоль этой линии, изображение вот этого объекта. Это мнимое изображение, это дух, это привидение. Реально объекта нет. Это изображение этого. Если я вот так вдоль этой линии приведу, будет еще одно ложное изображение. И на небе я увижу объект сам B. Конечно, линзу увижу. И увижу два духа. C и D. Несуществующий объект. Это ложное изображение. Ну, как в зеркало вы смотрите, вы видите свое изображение? На самом деле это ложное изображение. Так и здесь. Это ложное изображение. Так, об этом я немножечко говорил. Вот примеры линз. Вот за этим объектом, за линзой расположено тело, которое я, в принципе, не наблюдаю. А в результате преломления это тело делает такую дугу. Совсем не обязательно, что у вас будут вот такие точки, как я показывал на предыдущем слайде. Это все зависит... Вот это частный случай. Это все зависит от того, какая форма вот этого тела. Сферическая, не сферическая. Форма вот этого тела. Потом, насколько, значит, линза отклонена от вот этого направления реального объекта на Землю. От многих факторов зависит. Поэтому линзируемые изображения самые разнообразные. Вот какой-то объект, который находится за линзой, я его не вижу, но духи я вижу. Или вот знаменитый крест Эйнштейна. При определенном положении линзы Земли и объекта можно получить ложное изображение. Это, наверное, квазары. Да, четыре квазара, а линза является мощной галактикой. Это все преамбула к тому, как используют этот метод для определения экзопланет. Давайте возьмем случай, когда у вас линза движется. Ведь все объекты во Вселенной, в частности, в нашей галактике, двигаются. Вот смотрите, вот Земля, я наблюдаю, вот линза, и вот объект, который я наблюдаю. Значит, линза искажает, а объект расположен дальше линзы. Вот смотрите, в этом положении я вижу этот объект, совершенно не искаженный по яркости. Ну, какая-то яркость будет. Теперь зашла сюда, вот в эту зону, линза. Моментально яркость, простите, вот этот путь кванта исказился. И что я буду? Какой эффект у меня будет? Ведь раньше я видел звезду с какой-то яркостью, да? Если бы линзы не было, то вот эти кванты у меня бы ушли по прямой вот так. И не попали в глаз к наблюдателю или в прибор. Вот эти кванты, излученные линзируемым объектом, ушли бы вот так и не попали. Но как появилась вот линза на этом пути, соединяющей Землю и линзируемый объект, эти кванты попадают. Что происходит с объектом? Он становится ярче. Правильно, да? Те кванты, которые в отсутствие линзы ушли бы, они попадают. Происходит некое увеличение блеска. Вот такой интересный случай. Да, вот он нарисован. Да? Такой интересный случай можно применить и к планетам. Теперь уже у меня звезда, у которой есть планета. А распланета – это дополнительная масса. Смотрите, что. Это линза, звезда с планеты. Вот та, далее расположена, звезда фона расположена теперь за этой. Я говорил, что когда проходит линза на близком расстоянии, свет увеличивается. Но теперь у нас еще дополнительный объект есть, который увеличивает массу линзы. К чему это будет приводить? Ага, появился объект. У нас вообще-то происходит падение. Но за счет появившейся дополнительной массы у нас будет мгновенное повышение, которое затем, конечно, пропадет. Так, надо долго ждать, мы давайте. Ну, хорошо. Сейчас она сползет. Итак, вот на той кривой, о которой я говорил, по ярчанию, будет небольшой всплеск. Небольшой всплеск. Вот, смотрите. Если планеты нет, у нас была бы вот такая кривая блеска. А вот в какой-то момент планета тоже надвинулась в одну критическую зону, у нас вот этот мгновенный всплеск. Ну, вот он в большем масштабе. Ну, конкретно... Или вот здесь показано. Та же картинка. Это максимальный блеск, потом падение, а потом увеличение за счет вот этого пика. Если вы видите такие вещи, то это свидетельство того, что есть вот дополнительное тело. Другое дело, звезда или планета, это надо решать отдельно, определять там другие параметры и прочее, прочее. Ну, вот телескоп Хаббла сразу был использован для этой цели. Значит, взял он телескоп этот, пронаблюдал шаровое скопление, там выбрал конкретную звезду и обнаружил, что эта звезда, вот картиночка показана, сперва имела... Ну, вырезали кусочек, я здесь не показываю. Вот звезда мгновенно увеличила блеск, так, увеличила блеск, потом падает и так далее. Это показывает просто механизм линзирования. Метод хороший, но его главный недостаток, что он не целенаправленный. Вы ведь не знаете, где линза, где звезда фона. Вы должны просто тупо, извините за выражение, наблюдать небо и искать объекты, у которых яркость падает вот по такому закону. Максимум, потом падение и небольшой минимум. Уловить этот момент, но чрезвычайно трудно. Это явно случайное событие. Мало того, этот эксперимент невоспроизводимый. Линза, месяц, планету ушла из критической зоны и все. Вы пронаблюдали эту кривую, там получили ответ на вопрос, есть планета или нет. И все. Другой ученый уже не может этот эксперимент воспроизвести. Звезда ушла, звезда фона осталась на месте, а линза, планета и центральная ее звезда ушли из этой зоны. Но может быть, через некоторое время другая звезда фона появится на этом луче зрения. Так что этот метод, конечно, имеет ограничения в своем использовании. Ну и, наконец, самое интересное, это прямые изображения планет. Ну и центральные звезды, конечно. Это, может быть, самые главные доказательства того, что действительно около звезд некоторых есть планетные системы. Все, о чем я говорил, это косвенные данные. Они, конечно, серьезно обоснованы, но все-таки соблазнительно получить изображение планет. И что же вы думаете, такие изображения для сотни объектов получены? Я все, конечно, показывать не буду. Но прежде всего, надо поставить перед собой задачу. А в каком диапазоне спектра получать изображение? Я могу получить изображение звезды и предполагаемой планеты в ультрафиолете, в визуальной области, как мы наблюдаем глазом. А может, и в инфракрасной области. Поэтому эксперимент должен быть обоснован. Создавать дорогостоящую аппаратуру, не зная, в каких случаях эта аппаратура более предпочтительна, конечно, смысла большого не имеет. Давайте на примере нашей Солнечной системы решим этот вопрос. Вот я здесь даю излучение Солнца. А это излучение, естественно, отраженное от Солнца. Эти объекты, планеты, они сами энергию не вырабатывают. Ну, скажем, возьмем Юпитер, да, вот голубенькая линия. Вот Уран. Ну, естественно, они излучают существенно меньше. Здесь вот порядки показаны, да. Ну, скажем, в этой области Солнце излучает, чем Юпитер, на 10 порядков больше. В какой области спектра вы бы пытались пронаблюдать? В той области, где различия яркости звезды и планеты минимальные. Ну, вот, скажем, для Юпитера. Смотрите, это инфракрасная область. Различия здесь уже не 10 порядков, как здесь вот, а всего 5 порядков, даже меньше, 4 порядка. Итак, вы делаете аппаратуру для прямых изображений звезд и планет, которая ориентирована на инфракрасную область. Правильно, да? Наблюдать вот в этих областях бессмысленно. И поэтому все изображения, которые были получены, довольно четкие. Это прежде всего изображения, полученные в инфракрасной области. Вот я вам показываю реальное изображение. Правда, я не написал, какой объект. Вот, это, конечно, ошибка. Это звезда, планета должна быть, но в визуальной области различие между яркостью звезды и планеты большое. Мы планету как точку не видим. А вот если я получу изображение вот этой области в инфракрасной части спектра, где уже различие яркости звезды и планеты не столь чудовищно большое, смотрите, звезда в инфракрасной области поблекла, она просто излучает меньше в инфракрасной области, а появилась точка, это планета. Самый лучший эксперимент, конечно, взять и ухитриться, закрыть диск звезды. Вот, например, во время солнечного затмения мы что начинаем наблюдать? Корону, да? Вот вы смотрите на Солнце, но советую вам не смотреть напрямую, а через там зачиненное стекло и так далее. Вы грамотно вы, да? Как только происходит затмение Солнцу-Луною, яркость Солнца пропадает, и оказывается вокруг Солнца есть слабенькая такая оболочка, называемая короной. Диск звезды сошел, простите, диск Луны сошел с диска Солнца, корона пропадает. Так и здесь, можно изобрести еще дополнительно ко всему прибор, который бы и коронировал диск звезды, свет тогда от звезды не попадал в прибор, и, возможно, можно будет тогда получить изображение планеты. Так, хорошо. Теперь показываю другие объекты. Я всего 5-6 покажу, не все 100. Так, изображение в видеом диапазоне. Ничего нет. Делаю изображение в инфракрасном диапазоне. Ну, точнее, вот этот эксперимент немножко другой. Здесь был диск закрыт специальным диском таким, чтобы звезда не светила. Но все равно, это математический аппарат, существует и так далее. В инфракрасной области сразу появилось, ну, вы видите, плохо, наверное. Вот здесь точка, вот здесь точка, вот здесь точка. Это планеты. И их масса. Здесь масса. 7 масс Юпитера, расстояние 68 астрономических из них. Это очень массивное. 3 массы Юпитера, 10 масс Юпитера. И расположено достаточно близко. Нет, не достаточно близко. Все-таки 38 астрономических из них. Здесь тоже по разу 10 масс Юпитера. расположена на расстоянии 24 астрономических единиц. Вот эта планета очень такая подозрительная, она близко расположена. Масса большая и близко расположена. Такой планеты в Солнечной системе нет. Юпитер расположен на другом расстоянии. Так, ладно. Вот в Южной обсерватории в Чире получен изображение звезда, опять-таки инфракрасная область. Вот эта точечка есть, планета. Параметры 5 масс Юпитера, расстояние 55 астрономических единиц. Эта планета еще интересна тем, что на ней найдена вода. А раз вода, есть какие-то намеки на то, что, может быть, там жизнь в какой-то, возможно, примитивной форме есть. Так, есть время у меня. Вот интересный случай по поводу случая. Продолжается дискуссия, но решил показать все-таки полученное изображение. Это двойная звезда. Ну, можно здесь вот различить, но если взять телескоп с большим разрешением, то можно здесь видеть две точки. И вот имеется некий хвост, и вот здесь находится планета. Вот происхождение этого хвоста вообще и дискутируется в настоящее время. Кто-то говорит, что это молодые звезды, что при образовании этой двойной звезды было выброшено вещество, и путем конденсации на хвосте образовалась вот такая, я пишу, предполагаемая молодая планета. Дискуссия идет. Но снимок просто хороший, поэтому я его решил показать. Вот четвертый пример. Две планеты. Одна плохо видна здесь. Планета массой 2,5 массы Юпитера. Температура оценена. Смотрите, какая низкая температура. Так и должно быть. У планет высокой температуры не может быть. Если только парникового эффекта нет, как на Венере, где температура аж до 500 градусов Цельсия может достигать. А здесь 2000, причем в скале Кельвина. Если хотите в Цельсию привести, учтите там величину 273. Вот еще один случай. Пятый. Недавно открытая планета. Вот эта звезда с таким чудовищным номинованием. Не пугайтесь. Это привычное дело в астрономии. Вот планета. 8 масс Юпитера. Температура 200 градусов Кельвина. 300 астрономических единиц. И вот эта звезда. Так, так, так. Ну, это, конечно, фантазия художников уже. Ну, художники знали результаты исследований конкретных объектов. Скажут, 47 ума. Вот звезда. Это даже не звезда. Звездовод. Значит, две планеты у этой звезды. Ну, каждый, в общем, художник бесится по-своему. Это вот известный планет 51 Пегаса, я говорил, который близко двигается. И, может быть, даже через некоторое время упадет. Это вот РО-1 Канцери. Со звезды Рака. Еще раз вам показываю, ребята. Вот на прошлой, на какой-то лекции я вам показывал положение звезды, у которой есть планета. Ну, я понял, что вы не восприняли это, потому что очень трудно по той карте такую планету, не планету, конечно, а звезду с планеты обнаружить. Новый рисунок даю. Вот большая медведица, я жирным шрифтом. Вот звезды-то, видите, я уже специально для вас сделал. Так, ковш. Вот это малая медведица. Ну, найти на небо вы можете, конечно. Так. И вот эта звезда, Бета-Урса-Минорис, это по-латыни большая медведица, имеет планету. Вот эту звезду вы, конечно, найти сможете, если найдете большую медведицу. Вот эта полярная, где-то вот этот ковш я жирно специально нарисовал. Вот показываете своим коллегам, друзьям, указываете на эту звезду и говорите совершенно четко. Там есть планеты. Ну, наконец, статистика. Астрометрия дала нам всего один объект. Но я надеюсь, телескоп, который запущен, даст нам существенно большее число объектов. Метод транзита дает самое базовое число 2694. Эффект Доплера дает нам число планет 600. Это на сегодняшний день 621. Прямое изображение порядка сотни, я сказал, 62. Микролинзирование 41. В итоге на сегодняшний день открыто 3419 планет, вращающихся не вокруг 3419 звезд, а меньше. Потому что у некоторых звезд открыто максимум 6 планет. 4, 3, 1. Поэтому число звезд, конечно, меньше, чем вот эта цифра. Так, есть у меня время. Сейчас на картиночке не обращайте внимания. Я решил вам показать рекордсмены среди экзопланет. Быстренько. Потому что изображение – это фантазия художника. Самая ближайшая к Земле экзопланета. Какая звезда самая близкая? Альфа Центавра. Вокруг нее есть планетная система. Расстояние 4,26 светового года. Самая близкая звезда и, к счастью, имеет планету. Самое большое число планет – это в системе Кеплер-1. Это все по результатам спутника Кеплер. Значит, 6 планет. Маленький радиус планеты – 2,4 радиуса Земли. Картинки не смотрите туда. Первая планета уже с размером совершенно близким к Земле. Так, это Кеплер. Вот размер Земли. Это размер Венеры. Кеплер – 20Е. На все эти обозначения не обращайте внимания. Это специфические обозначения, принятые для нумерации планет и так далее. Кеплер – 20Ф. ФЕ – это означает, что в этой системе несколько планет. А, Б, С, Д, Е, Ф и так далее. Но некоторые буквы иногда пропускают. Так, самый маленький радиус у экзопланеты – всего 0,3 радиуса Земли. Ну, тоже можете сравнить. Значит, где у нас Земля. Вот Земля. Вот планета. Быстренько давайте. Еще что. Первая планета с твердой поверхностью. Так. Да. С твердой поверхностью. А вот Кеплер-22b – первая планета с жидкой поверхностью. Очень интересно. А, вот еще. Следующий слайд. Очень интересный объект. Планета около звезды ХД-82-3943. Значит, здесь астрономы предполагают все данные астрофизические. Говорят, что существующие планеты, их две, через несколько миллионов лет будут поглощены звездой в силу притяжения гравитационного. Ну, а некоторые авторы говорят, что благодаря высокой температуре звезды эти планеты испарятся. Они жидкие, из жидкого газа планеты испаряются. Видите, период всего 2,2 дня. Планеты почти скользят около звезды. Так, ладно, это я пропускаю. Самое главное теперь. Чуверечайно интересно сравнить. Я поглядываю на часы. Можно сравнить характеристики планетных систем и нашей Солнечной системы. Есть ли какое-то различие? Увы, различия грандиозные. И меняющие все наши предыдущие представления о рождении Солнечной системы и Солнца. Какие это различия? Во-первых, некоторые планеты большой массы, с массой Юпитера и даже несколько вращаются очень близко к центральной звезде. Даже на 0,1-0,1 астрономической единицы. Юпитер у нас вращается где-то на периферии. А в некоторых планетных системах Юпитер вращается даже на расстоянии меньше, чем Меркурия. Представляете? Это существенное отличие от того, что мы думали на основании нашего единственного экземпляра Солнечной системы. Так, дальше. Эксцентриситеты, то есть степень сжатия орбит, может быть чудовищно большой. То есть орбиты сильно сжаты. Особенно те орбиты, которые располагаются вблизи звезды. Орбиты планет, которые располагаются далеко, они почти круговые. Это опять большое отличие по сравнению с Солнечной системой. В Солнечной системе все орбиты почти круговые. Единственное исключение Меркурия, у которого эксцентриситет равняется 0,2. А у Земли, например, 0,05. Это почти круг. И вот открытие новых планет поставили перед теоретиками новые вопросы образования планетных систем. Открытие сделано. Старая теория несовершенна. Ее нужно переделывать. И уже теоретические работы появились. Они заключаются в том, что все равно Юпитеры, планеты типа горячих Юпитеров, образовались где-то на периферии от Солнца или от звезды центральной. А потом путем миграции, это целая теория есть, они оказались на орбитах близко к поверхности центральной звезды. Ну, прав был Бернард Штову. Я люблю эту фразу упоминать. Наука всегда бывает неправой. Она не может решить одного вопроса, при этом не поставив десятка новых вопросов. Вот мы один вопрос обнаружения экзопланеты решили. И сразу же возникли новые вопросы, связанные с тем, как объяснить вот такие очень интересные свойства планетных систем. Несколько порассуждаем о возможной жизни на экзопланетах. Но прежде всего, какие существуют маркеры того, что на планете есть жизнь? Ну, во-первых, астрономические маркеры. Первое требование должно быть такое. На планете за счет излучения от своей родственной звезды должен быть соответствующий температурный режим, как на Земле. Ну, температура должна быть порядка 16 градусов Цельсия. Ну, конечно, температура на поверхности Земли меняется. На экваторе там одна температура, в Антарктиде и Арктике другая температура, но в среднем плюс 16 так. Вот этот поток, падающий на поверхность планеты, и который определяет температуру, он, конечно, зависит от температуры звезды, расстояния. Если звезда далеко расположена, то по закону единиц на аэроквадрате поток падает. И главное еще наличие атмосферы. Возможно, если атмосфера есть, возможно, работает парниковый эффект, как на Венере, который будет существенно изменять температуру. У горячей звезды вот эта зона обитания, которая соответствует вот такой примерно температуре, имеет очень большой радиус. Но самое плохое, почему мы не ищем планету у горячих звезд с точки зрения жизни? Потому что у горячих звезд очень сильный ультрафиолет. И поэтому, если жизнь на планете образовалась, то ультрафиолет моментально убьет эту жизнь. Но нам повезло, вокруг Земли есть заслон, атмосфера. Вот если бы не было атмосферы Земли, вы представляете, вы окажетесь под палящими лучами Солнца, и трудно предсказать, что с вами будет. Поэтому около горячих звезд планеты, в общем-то, не ищут, потому что с точки зрения жизни это не перспективно. Вот планеты типа Солнца, здесь все нормально, температура 5700, если у них тем более атмосфера. При такой температуре ультрафиолет уже не очень сильный, хотя он и есть, но не очень сильный. Дальше. Время жизни таких звезд большое, миллиарды лет. У Солнца мы прожили 4 миллиарда лет, еще столько же станется нам жить, а потом неизвестно, что будет. Могу отдельную лекцию прочитать. При низких температурах обычно, ну, естественно, зона обитания будет ближе, но близко к звезде оказаться тоже опасно. Прилейные силы эту планету могут разрушить. И поэтому тоже очень поздних звезд не ищут планеты, если только случайно не обнаружены. Поэтому самые лучшие этой звезды, очень похожие на Солнце, это спектральный класс F, G, но от силы K. Помните спектральную классификацию? Эта температура порядка 60 тысяч градусов. Так, вот еще один график, показывающий зону обитания. Вот зона обитания, здесь откладывается масса звезды, здесь откладывается расстояние планеты. Вот зона обитания, которая соответствует той температуре, о которой я говорил. Смотрите, ну, конечно, здесь Земля, вот это планета Солнечной системы, очень близко Венера и Марс. И вот квадратики, это те планеты, которые попадают вот в ту зону, соответствующую температуру звезды, соответствующее расстояние. И вот эти планеты надо, конечно, исследовать на признаки наличия ввезди. Вот Кеплер, космический корабль. Такие планеты, примерно радиусы Земли, вот примерно 24 такие планеты вот в этой зоне. Это уже неинтересный случай. В этой зоне обнаружил. Эти планеты, конечно, сейчас исследуются всерозможными методами, чтобы обнаружить признаки. Вот все эти кандидаты, которые находятся в зоне. Особый интерес представляет Глизе 581G и Глизе. Глизе это фамилия немецкого ученого, в честь него звезды. Он создал каталог, и вот в каталоге Глизе 581D. Вот есть очень серьезные признаки, что на этих двух планетах, вращающихся вокруг одной и той звезды, есть жизнь. Так, какие биологические маркеры? Ну, например, Земли. Если мы изучаем планету другую, около другой звезды, то желательно искать те же маркеры, которые на Земле существуют. А какие это маркеры? Конечно, желательно найти кислород, особенно озон. Озон защищает нас от солнечного излучения в ультерофиолете, чтобы излучение от звезды не разрушило озоном просите, а ультерофиолетовым излучением возможно примитивную жизнь должен быть кислород, в частности озон. Ищем озон, кислород в спектрах планет. Дальше. Обязательно должна быть жидкость, но лучше всего вода, потому что необходима для образования в жизни растворитель. Надо искать воду на планетах. Дальше. Должен быть углекислый газ, как у нас продукт выработки. И должен быть метан. Это очень интересно. Почему мы требуем, чтобы на планете был метан? Да потому, что метан где образуется? Он образуется, во-первых, в результате вулканических извержений, но на планетах вулканических извержений, надеюсь, нет. и главное это метан выделяют животные и возникает при продуктах горения, ну скажем, загнивающих растений и так далее. Но вряд ли животные на уровне коровы на планетах мы обнаружим, а вот если обнаружим метан, то у нас остается возможность, что это метан образовался в результате гниения растительности. Раз растительность значит жизнь. Вот такое целенаправленное изучение. Ну наконец, я говорил уже около планеты Глизе 581D может быть жизнь это первый кандидат и вторая планета, я сказал, F кандидат. Вот Глизе находится в той обитаемой зоне, о которой я говорил, очень много сходных характеристик с Землей. Ученые показали, что планета может быть достаточно теплой, о чем я говорил, и имеется достаточное количество жидкости. Ну это вариант на ту же самую тему. И теперь в заключении одна минута рекомендую этот фильм посмотреть. это червячайно интересный фильм, к нему можно по-разному относиться. Обратите внимание, вот здесь есть планета и лазерным лучом эта планета освещает Землю. Вот на эту тему и на тему Глизе 581 есть такой фильм, давайте мы его посмотрим. Он пять минут занимает, но я могу обрезать. Так, это я пропускаю. Австралийские ученые потрясли мирсенсационным заявлением. Я не буду комментировать, внимательно слушайте. более того, инопланетная цивилизация мира существует в одной из соседних солнечных систем. Подробнее об этом прямо сейчас. Вот это очень интересный факт. Вот это факт. Короткую вспышку Назера астроном заметил в соседней солнечной системе. Однако большинство коллег не поверили в Катан. Ведь в районе откуда шел сигнал не было ни одной планеты. Но спустя несколько месяцев электроника Катана снова зафиксировала сигнал. Затем не чертил. Сирург по словам астронома на церкви появляются регулярно. Это означает, что сигнал возможно посылают разумные существа. Человек, который сообщил об этом достаточно субсифицирован. У него вполне современная аппаратура. Он вполне грамотный астроном. Это научный сотрудник ГАИШ. Его в каком-то пиаре или в какой-то шутке. Мало вероятно. Человек вполне серьезная аппаратура очень повлияет. 29 сентября 2010 года астрономы Калифорнийского университета Института Каннеги подтвердили версию Гагану. В районе, откуда астронизм получал сигналы, ученые нашли новую экзопланету. Она получила название ГЛИЗ-581-1. Именно с нее уверены ученые о ней как раз я рассказывал. Экзопланеты, в том числе и ГИЗ-1, это планеты, которые находятся в других Солнечных системах. Первая экзопланета была открыта в 1995 году в системе 51 Гагас. Сегодня ученые обнаружили почти 500 экзопланет. Фильм устаревший, 500 уже 3000. Существом могут быть разумные существа, но установить с ними контакт невозможно из-за отставок земной технологии. Все, что могут сегодня ученые посылать в космос радиосигнал. Во дверь астрономы ждут такие же сигналы, но радиосигнал это устаревшая технология. Ученые уверены, что цивилизация давно ее не использует. Именно поэтому на время не приходит радио объявление. Наука всегда пошла. Я при него говорил, когда мы пытались найти жизнь на Венере. Помните таракан или скорпион был обнаружен? Вот и к с информалитиям. Профессор, сотрудник Института космических исследований. Ученые считают, что лазерные импульсы ведут следующий этап развития передачи сигналов. Сегодня мы начнем разработать прибор, который сможет отправлять лазерные импульсы в большие космические расстояния. После его запуска процесс появится жизни на других планет значительного скорости. Скорость света в тысячу раз выше скорости радиосигнала. Значит, до той же глицзе лазерные импульсы дойдут не за и значит всего недели хватит чтобы точно определить есть жизнь на глицзе или нет. Отправить сигнал в космос с Земли в виде лазерных спрошек можно будет только через 20 лет. Но многие ученые уже сегодня с уверенностью верляют на глицзе есть жизнь. Эта экзопланета по своим параметрам идеально подходит для жизни. Она всего в полтора раза больше Земли и в три раза тяжелее. А это значит что у нее возможно есть атмосфера. Кроме того по расчетам ученых средняя температура на глице около нуля градусов. Но за счет атмосферы она бросает примерно на 30 градусов. Этот эффект ученые называют одеялом. Вот таким же одеялом мы называем покровным эффектом. Чем одеялось очень особо не сложит. Оно пропускает солнечные глотины, а когда оно поглотилось, оно должно неоднократно. Тут атмосферы уже нет. Поэтому на глине на 35 градусов теплее чем должно быть на глине. Астрономы уверены, если на глине есть своя атмосфера и температура планеты около 30 градусов, значит на ее поверхности есть вода. А это гарантия, что жизнь в той или форме на глине существует. Если есть вода, все остальное найдется. Более или менее вся тимия вокруг нас и округ любого планеты она есть. А вот вода это очень редкая вещь. В солнечной системе только земля богата океанами на поверхности. Разведеть астрономы смогут уже в 2017 году. Через 7 лет будет открыт новый телескоп самый большой на Земле. 30 метров в диаметре разрабатывается телескоп 100 метров в диаметре. находится всего в 20 метров годах от нас. Это значит, что ученые смогут дать однозначный ответ, может ли на этой планете быть жизнь. Или нам так и суждено блуждать от него вселян. Так, хорошо. Ну и последний слайд, ребята, я с вами прощаюсь до зачетов и экзаменов. Так. к сожалению. Ага, все-таки есть. Итак, место заключения. Выдающийся математико-строном Лаплас, который опубликовал книгу по возможному происхождению солнечной системы. Он эту книгу показал Наполеону. Я говорил, но еще раз повторюсь, это важно. Наполеон прочитал эту книгу и спросил, а где же в вашей книге место Богу? А на что Лаплас сказал, в моей книге места Богу нет, потому что все объясняется законом всемирного тяготения. Так вот, Лаплас, помимо всего прочего, сказал, астрономия завеличим своего объекта и при совершенстве своих теорий является самым прекрасным памятником человеческого духа и проявлением наивысшего его интеллекта. Вот такой замечательной фразы о значении астрономии я хотел бы закончить наш курс. 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 Курс.